На первый взгляд это обычный велосипед, но как только начинаешь крутить педали, сбоку появляется фактический рентген человека, по которому можно не только изучить строение человеческого скелета, но и увидеть, как работают суставы. Но не только этот экспонат может дать посетителям представление об анатомии. Более 60 увлекательных устройств расскажут все о живых системах, органах чувств и рефлексах человека. И взрослым очень интересно. Живые системы, выставка разнообразная. Дети находят для себя игровые моменты и познавательные, а какие-то очень серьезные, интересные факты, они, конечно, похищают и внимание взрослых. От естественных наук отправляемся к законам физики. В отделе экспериментаниум также множество удивительных экспонатов. Серкальные лабиринты, разнообразные магнитные устройства. На глазах у посетителей из пара возникает торнадо. А при соприкосновении с плазменным шаром можно вызвать молнии. Здесь же можно увидеть звуковую волну и получить ответ на вопрос, почему летают самолеты. Вот только чтобы опробовать и понять действия закона Беркули, нужно постараться. Для того, чтобы диск у нас левитировал, действовать нужно очень медленно и аккуратно. Мы берем диск и медленно подносим его к горловине нашего экспоната. Так как у нас давление больше под диском, диск у нас не падает. А так как у нас все равно есть давление на диск сверху, диск получается, что левитирует. А вот как другие законы физики и электродинамики применяются в современных технологиях, наглядно представлено в зале робототехники. Практически все здесь может двигаться, говорить и выполнять задания. Это одни из последних разработок рационализаторов со всего мира. Окунуться в мир занимательных наук можно ежедневно с 10 утра до 10 часов вечера. Сочинский дельфинарий парка Ривьера приглашает всех желающих на открытие музея 12 июня.